Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями Армении и Азербайджана. Позавчера я сделал ролик, где сообщил вам, что Азербайджан приобрел новый беспилотник БПЛА Акинджи. И вот здесь, как раз на этом видео вам покажу, где Ильхам Алиев, сыном, наблюдает за полетом принятого на вооружение БПЛА Акинджи. Вот, Ильхам Алиев, сыном. И вот как раз этот ролик. 9 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев посетили военные объекты и понаблюдали за полетом принятого на вооружение беспилотника Кинджи. Азербайджан Республикасы'н президент, силахlı куввеларин алибаш команданы Ильхам Алиев и улу Хейдар Алиев, Харби хава куввеларинин харби объектлэринді олублар. Ва силахланмайя ини гэблэдилен Акинджи хючум пуваларинан утишуны издейблэр. Ну и вот теперь в Армении увидели, что в Азербайджане появился современный последний модель беспилотник Акинджи. А у Армении, оказывается, нет средств, чтобы противостоять этой современной модели, потому что очень высокая дальность полета. И вот что здесь издание Грапарак армянское опубликовало статью. Армия Азербайджана обзавелась новыми турецкими ударными беспилотниками. На вооружение азербайджанской армии приняты ударные БПЛа турецкого производства. И вот пишут, да, 9 февраля президент Азербайджан Альхам Алиев и его сын Гейдар Алиев посетили военные объекты ВМС и наблюдали за полетом принятого вооружения БПЛа Акинджи. СМИ отмечают, что это первый выход на свет сына Алиева. Теперь в Армении паника. А как же сбивать будет, если вдруг начнется война, допустим, Азербайджан применит эти ударные беспилотники. У них-то нет средств ПВО, они сразу же практически будут беззащитные. И вот большая статья, так, сейчас как раз я вам ознакомлю, что здесь пишут подробнее, что это за беспилотник и почему в Армении такая паника. Акинджи высотный беспилотник длительного действия. Максимальная взлетная масса самолета составляет более 5,5 тонн и более, ну, нагрузку может нести боеприпасов 1350 килограмм. Дальность полета составляет 7500 километров. Это будет первый беспилотник, способный запускать крылатые ракеты. Вот, видите, в чем дело. И вот как раз ранее азербайджанские операторы проходили обучение на этих беспилотниках Акинджи. А теперь армянские СМИ уже паникуют, мол, уже начали делать заявления. Учитывая дальность действия Акинджи, армянский военный эксперт утверждает, что Азербайджан приобрел беспилотник, который изменит баланс сил в регионе, в которые входили Россия и Иран. Пытаясь придать остроты своим заявлениям, они сожалеют, что Азербайджану, мол, такой не нужен беспилотник с дальностью полета 7500 километров, чтобы нанести удар по Армении. Ну, так, конечно, если 7500 километров, у него дальность еще почти 12000, высота. Как они, армяне, собираются его нейтрализовать? Максимум, если они получат ПВО, это до 7000 километров, типа, могут. А Акинджи этот, если Азербайджан применит, они будут просто громить все объекты на территории, все базы, все, что армян здесь находится, они расстреляют этими ракетами, понимаете? Это проигранная война. Да, уже если таких беспилотников приобрести, ну, штук 50, то все, они уничтожат все, что есть, как бы сказать. Ну, все, все, все эти объекты военные, все склады с боеприпасами, танки, артиллерию, сверху все, ведь сверху все уничтожается, и вот тут. Так, по этому вопросу военный эксперт Рамиль Мамедли отметил, что в мире, так и в регионе, началась разработка беспилотных летательных аппаратов. В нашем регионе после 40-х дневной войны Армения предприняла определенные шаги в этом направлении и пыталась закупить ударные беспилотники и вооруженные дроны из Индии и других стран. Таким образом, азербайджанская армия вынуждена предпринять определенные шаги по увеличению и обновлению количества разнообразия арсенала беспилотных летательных аппаратов. И вот пишут, да, что тесное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в этой технической области позволяет нам приобретать и использовать современные технологии этих типов транспортных средств, произведенных в Турции. Я считаю, что Азербайджан должен увеличить как собственное производство, так и арсенал армии в области беспилотных летательных аппаратов. Приобретенный БПЛА, Кинжи также укрепят технику и арсенал беспилотных. Все, это преимущество огромное будет у Азербайджана. Преимущество беспилотников в том, что он наиболее маневренен и обладает способностью уничтожать цель на большом расстоянии. Конечно, он может ракетами расстреливать все, что угодно на большом расстоянии. Он также летает на большой высоте, а также определенные технические преимущества позволяют беспилотнику избегать систем ПВО противника. Вот что армяне запаниковали. Они не смогут сбить, у них нет ПВО, говорю. Вот это самая большая проблема. Кроме того, Азербайджан является государством, которое хочет установить тесное экономическое и политическое сотрудничество, основанное на мире дружбе. Хорошо, что Турция помогает Азербайджану. И вот теперь да. И пишут такой вопрос. А достаточно ли в Армении оружия, если у него ПВО дальностью 7,5 километров? Нет, там высота будет. Говорю, у них по высоте они не собьют. Вопрос нелогичный, потому что МиГ-29, Су-25, другие боевые авиационные машины могут летать на довольно больших расстояниях. Тогда давайте спросим, что нужно для этих самолетов. В общем, все. Теперь в Армении, говорю, думают, как бороться против армии Азербайджана, Ильхам Алии, против этих беспилотников, которых невозможно сбить. И вот тут комментарий, я почитаю. Теперь Армения смело может покупать французские ПВО. Дело не в том, что как далеко летает. Главное, как высоко летает этот БПА Акинджи. Армяне рассчитывают на ПВО в 7 тысяч метров. Вот незадача. Акинджи летает на высоте 12 тысяч метров. Это 12 километров. О, невозможно. Вот в чем проблема у армян. Железный кулак на месте. Ну, это точно. Так что вот сейчас головная боль. Убудет Пашиняна. Вооруженных сил Армении. Что им такое закупить за рубежом, чтобы противостоять этим беспилотникам, которых практически невозможно сбить. И которые одни могут выиграть эту войну. Вот такие новости. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.